Они жили долго и счастливо и умерли в один день. К сожалению или к счастью, такое почти всегда бывает только в сказках. В реальной жизни все совсем не так. И после смерти одного из супругов возникают права и обязанности у второго. Да, супруги находятся в числе наследников первой очереди. Однако право наследования супруга не умаляет его право на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем. Оно является их совместной собственностью. К такому имуществу относятся доходы каждого из супругов от различной деятельности, движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое, нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Это называется законный режим имущества супругов, который действует, если брачным договором не установлено иное. Не является совместным имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. При открытии наследственного дела нотариус выясняет у пережившего супруга и фиксирует информацию о том, был ли заключен между ними брачный договор. Также информация о заключении, изменении или расторжении брачного договора содержится в единой информационной системе нотариата. Наличие и содержание брачного договора непосредственно влияет на состав наследства, ведь таким документом супруги могли изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим долевой или раздельной собственности. Условия брачного договора, которым договорной режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава наследства не учитывается. В отсутствие брачного договора при наследовании по закону по общему правилу пережившему супругу принадлежит половина общего имущества, нажитого в браке. Пережившему супругу по его заявлению нотариусом выдается свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов. О выдаче свидетельства о праве собственности нотариус извещает наследников, при этом их согласие на выдачу такого свидетельства не требуется. Срок для выдачи свидетельства о праве собственности, а также для обращения пережившего супруга к нотариусу за его получением законодательство не установлен и не ограничен сроками для принятия наследства и для выдачи свидетельства о праве на наследство. Бывшим супругам, чей брак расторгнут или признан недействительным на дату открытия наследства, свидетельства о праве собственности не выдается. Нотариус в данном случае лишь разъясняет о судебном порядке признания права собственности на долю в имуществе, нажитом в период брака.